В Ржевском краеведческом музее заработают аудиогиды на четырёх языках. Решение о выделении дополнительных средств на развитие учреждения принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области. О том, как развивался музей со дня его основания, узнала Наталья Чекет. Ржевский краеведческий музей является одним из старейших в Тверской области. Свою историю он ведёт с 1916 года. До войны музей располагался в здании ратуши на берегу Волги и имел богатую коллекцию экспонатов. В музее было несколько залов, где были собраны экспонаты из дворянских усадеб, старинные монеты, картины, оружие. Богатый был археологический отдел, собранный Павлом Симпсоном, первым директором Ржевского музея. Но, к сожалению, в начале войны музей не эвакуировали. Все здания города эвакуировали, архив, а музей почему-то нет. Войну музей был разрушен, экспонаты утеряны. Лишь к концу 50-х годов, благодаря усилиям краеведа Николая Вишнякова, началось воссоздание музея. Новым местом расположения стал памятник архитектуры XIX века. Церковь Иоанна Притечи, колокольня, а также одноэтажное здание сторожки и часовни. Церковь это уцелела в войну, она была отреставрирована. И вот с 59-го года музей располагался в здании храма. А в конце 70-х годов здание было в таком плачевном состоянии, нужна была серьезная реставрация. Музей закрыли. По просьбе верующих нашего города здание все-таки передали православной общине. Однако для музея передали одно из старейших зданий города. Памятник архитектуры XVIII века, бывший дом купцов Немиловых. А с 1977 года Ржевский музей стал филиалом Калининского государственного объединенного музея. Сейчас Краеведческий музей — это два здания и две экспозиции. Одна рассказывает об истории города, а другая — тематическая по истории Ржевской битвы. Главная гордость музея — диорама «Бой за Ржев» 24 сентября 1942 года. Единственная в Тверской области. Работа по развитию музея продолжается и в наши дни. С марта текущего года по поручению губернатора Тверской области отремонтировали фасад здания. Выполнили косметический ремонт залов. Кроме того, произвели частичную реэкспозицию диорамы военной и краеведческой экспозицией. Косметический ремонт, стены, новые литвы были закуплены. Вот, там раз, обмонтирование снаряжения. Экспозиция, посвященная битве. Здесь материалы об операциях. Помимо этого, был отремонтирован участок на Красноармейской набережной, где расположены два здания музея. Здесь благоустроили территорию, высадили газон и кустарники. И в настоящее время это, наверное, один из красивейших уголков нашего города Ржева. Потому что приезжают гости, приезжают туристы, которые были несколько лет назад. И они, конечно, в восторге, как у нас стало красиво, как у нас стало уютно. Также по поручению Игоря Рудени в будущих планах развития Ржевского краеведческого музея приобретение нового оборудования. Плазменные панели, аудиогидов по двум экспозициям на нескольких языках. Мебели и других объектов для повышения комфорта посетителей и сотрудников. Закупить всю технику планируется до 21 декабря текущего года.